Музыка Благовести день о дне спасения Бога нашего и хранить чистоту православной веры, сопротивляясь всякой ереси и всякому соблазну. Владимир Гундяев, выступающий под сценическим псевдонимом «Патриарх Кирилл», предупредил народы РФ об угрозе глобальной ереси человекопоклонничества. Главный поп РПЦ считает, что верующие должны защищать православие от ереси человекопоклонничества, охватившего Западную Европу, Америку и Россию. По мнению Патриарха, нужно бороться с попытками утвердить право любого выбора человека. Как рассказал Кирилл после литургии в Храме Христа Спасителя, в новое время универсальным критерием истины стал человек и его права. И началось не постепенное, а мощное, революционное изгнание Бога из человеческой жизни и жизни общества. По его словам, это движение сначала охватило Западную Европу, Америку, а затем и Россию. Мы знаем, что это охватило вначале Западную Европу, Америку, а потом и Россию. Гундяев высказал мнение, что сегодня можно говорить о глобальной ереси человекопоклонничества, нового идолопоклонства, исторгающего Бога из человеческой жизни. По мнению патриарха, результатом этой ереси могут стать апокалиптические последствия, и церковь должна с ней бороться. И мы видим, как предпринимаются усилия, в том числе на законодательном уровне, во многих процветающих странах, законом утвердить право любого выбора человека, в том числе и самого греховного, идущего вас вразрез со Словом Божиим, с понятием святости, с понятием Бога. По его словам, для борьбы с глобальной ересью, верующим нужно, подобно апостолам, идти в мир и проповедовать. Напомним, в декабре 2015 года Гундяев рассказал о том, что выступление группы «Пуссирает» в Храме Христа Спасителя было проверкой боем со стороны тех, кто считал, что православные все стерпят. «Про нас же говорят ватники, не пассионарный народ, православные – это бабушки, не надо с ними считаться. Позиция «православные все стерпят» долгое время главенствовала в российской политической тусовке», пояснил Гундяев 11 декабря 2015 года. Как видим сегодня, православные действительно все стерпят. Даже то, что Гундяев, вопреки основным канонам истинного православия, встречается и обменивается нежностями с лидером раскольников, еретиков, изменивших символ веры и отколовшихся от единой апостольской церкви. Однако значение этой встречи многие переоценивают. Торговцы магическими услугами, как называет служителей этого культа известный публицист Александр Невзоров, провели деловую встречу и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. И об Украине, говоря, сказали о том, что это братоубийственный конфликт, не агрессия с какой-то там стороны, а братоубийственный конфликт. И сказали о том, что раскол нужно преодолеть каноническим путем, а не путем мифического создания какой-то поместной единой церкви, где раскольники с православными, с католиками должны как бы вместе соединиться. Если кто забыл, то мы освежим память о налаживании такой кооперации нынешним генеральным директором корпорации РПЦ. Еще в 2006 году, будучи председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата и митрополитом смоленским и калининградским, Гундяев посещал Рим, где целовал руку бывшего папы римского Бенедикта XVI. Еще один шаг навстречу. В Ватикане состоялась беседа папы римского Бенедикта XVI и митрополита смоленского и калининградского Кирилла. Он возглавляет отдел внешних церковных связей Московского патриархата. Разговор, как сообщается, длился более часа. Это рекорд для подобных аудиенций. Речь шла о налаживании диалога между православной и католической церквями. Понтифик передал владыке Кириллу частицу мощей святых мучеников, которые отныне будут храниться в православном храме в Риме. Возможность лобызнуть руку Бенедикта не упустил и РПЦшный спикер Всеволод Чаплин. Ныне, правда, отлученный от православной кормушки. Встреча с папой произошла без каких-либо молитвенно-обрядовых экспериментов. Поддержана наша позиция по многим общественно значимым вопросам. Вот как будет дальше, я не знаю. Ватиканская дипломатия отличается тем, что она мыслит тысячелетиями, по крайней мере, веками или десятилетиями. И есть, к сожалению, попытка некоторых католических священнослужителей, даже епископов, сегодня сказать, вот все, мы вышли на некую слабовую дорогу к единству. Нет, не вышли. Любые попытки поспешного объединения приведут только к еще большему разделению. А пока Гундяевщина пытается наложить свою лапу не только на кошельки прихожан, но и на их права, в ростовском суде Ярославской области начинается рассмотрение дела о детском приюте в местном селе Масейцево, где погибла 13-летняя девочка. На скамье подсудимых трое. Людмила Любимова, Раиса Гусманова и Гузель Семенова. Напомним, громкое дело расследовалось больше года. Все произошло в тихой деревеньке Масейцево. Полицию вызвала фельдшер, к которой пришла подсудимая Любимова за справкой о смерти 13-летней девочки. «Таня просто упала с печки», твердила приемная мать. Однако, когда история раскрутилась, выяснилось, что у упавшей девочки все тело было покрыто гематомами. Следователи пришли к выводу, что девочку забили до смерти, предварительно связав ей руки. В истязании и жестоком обращении с детьми следователи подозревают приемную мать, 68-летнюю Любимову и ее помощниц, Гусманову и Семенову. Все трое пришли в суд в длинных юбках и платках. Любимова пристроилась на лавочке в зале суда. Из-под ареста ее освободили под подписку о невыезде. А Гусманова и Семенова обложились за решеткой иконками и религиозными книгами. Защищают женщин сразу шесть адвокатов, из которых трое – московские. Нервно начавшись, заседание по громкому делу шокировало не один раз. Кровь стыла от того, что зачитывал в обвинительном заключении прокурор. «Мы не будем передавать содержание этого заключения, дабы не травмировать слабонервных». Для тех же, у кого с нервами все в порядке, оставляем ссылку в описании к этому видео. Лишь уточним, что в деле упоминается не только убитая девочка Таня, но еще шесть детей, которых систематически приучали любить Бога с помощью гестаповских методов. Все дети были удочерены в 2007 году и терпели издевательства на протяжении многих лет. Могу сказать, что даже там бесчувственные ОМОНовцы, охраняющие этот процесс, и то там постоянно у них ходят жилаки, и они белеют от ярости, когда выслушивают очередную подробность того, что православные старицы, опекаемые всеми архиереями, опекаемые там какими-то бесконечными старцами-наставниками, и делали с этими детьми. Вот теперь мы точно знаем подробности. При том, что туда еще РПЦ направила какого-то ермонаха Маркиш, который скандалит и утверждает, что во всем виноваты СМИ, которые ведут информационную войну против церкви. Вся эта трагедия началась в 2013 году, когда представители СМИ устроили кривитическую травлю моей подзащитной, обвиняли ее в создании публичного дома. После этого суд немножко их пришкопнул, расплатились за нанесение вот этих вот обид. Так что же известно из текста официального приговора, что делали с детьми в православном приюте? Но помимо того, что судебная экспертиза зафиксировала на головах тупые удары тупыми предметами примерно по 10 раз, прутья для порки, подписанные именами девочек, какую девочку каким прутом пороть. И вы бы видели эти прутья. В качестве штатной воспитательной процедуры таскания за волосы и вырывания волос. Судмедэксперт показывал фотографии, где он на голове одной из девочек насчитал, как он выразился, 6 очагов вырывания волос. Как штатная воспитательная мера к тому, кто недостаточно усердно молился, применялся кипяток на лицо и в рот. 200 земных поклонов, значит, лику Иисусу и снова кипяток на лицо. Искупленных в строй маги цепей это из текста официального приговора. Прокурор офигел по мере того, как открывались подробности и сейчас уже требует 12 лет строгого режима для теток, для этих. Вот искупленных в строй маги цепей православные фанатички сделали конструкцию для приковывания тех девочек 10 лет, которые были уличены в блудных мыслях или интересах. Девочек укладывали спать со связанными руками, чтобы они во сне не совершили каких-нибудь блудных прикосновений друг к другу или к собственному телу. Практиковался и еще один неизвестный до сили способ борьбы за целомудрие это крапива в трусы. Одну из девочек убили за недостаточное молитвенное рвение, с чего, собственно, все и началось. И, разумеется, никакой Даниловой, никаких уполномоченных по делам детей, никакой попадьи, никого ни в зале, ни вокруг этого процесса нет и не было, и никого не интересует, что творится с детьми в других православных приютах. Ведь дети действительно абсолютно беспомощны. Они абсолютно беспомощны и эмоциональны, и поведенчески. И вот тут они отдаются полностью во власть. А скажите еще раз, где это? Это Масейцево. Процесс, по-моему, идет в Ярославле или в Ростове Великом. И ознакомиться со всеми видеозаписями подробным приговором можно у монаха Баранова на сайте расцерковления. И, понятное дело, что это сейчас будет все равно запеленуто в такую тугую, тугую, мощную пелену безмолвия. Ну, в Витебске, кстати говоря, параллельно тоже похожий процесс, но там по мелочам. Там просто православная мать истязала ребенка-инвалида за отказ соблюдать посты, но истязала по мелочи. В основном душила и по 20 раз била лицом об стол. После этого так называемый глава так называемой церкви набирается наглости заикаться о том, что права человека это ересь человека поклонничества. Комментарии здесь излишни. Ересь – это такое заблуждение, которое атакует не частные аспекты церковной жизни, а которое направлено на самое существо церковной жизни и даже более того веры в Бога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова